Меня попросили прокомментировать очередной полет фантазии Дмитрия Пеллинга насчет работы ветрогенераторов. Давайте посмотрим отрывочек его видео. Слушайте, тут кино смотрел. И вот насчет ветряков смотрите. Внимательно сейчас вот ветряки будут. Ну-ка расскажите мне еще раз, насколько дорогой нужен ветряк, чтобы он работал? Я просто вот серьезно не верю, что вот это вот дешевое. Все стоят, вы посмотрите, все стоят. Все, вон они, стоят, они не крутятся. Жесть. Значит, ветряки у вас должны быть дорогие. Ну да ладно. С помощью вот этого скриншота удалось найти название фильма. Фильм называется «Космос между нами». Американский фильм. Давайте сейчас посмотрим в хорошем качестве кадры, которые демонстрирует нам Дмитрий. Обратите внимание на расположение лопастей. Давайте сейчас еще раз повторно, замедленно. Обратите внимание на расположение лопастей. Они вывернуты. вывернуты, чтобы не работать и не воспринимать ветер. Обратите внимание на этой картинке, вот на этой картинке и вот на этой картинке. Все это называется флюгирование. Это такая защита промышленных ветрогенераторов, крупных с ВРШ. И о такой ситуации, когда люди будут говорить о том, что промышленные ветрогенераторы стоят, а значит они не работают, я рассказал еще год назад, когда ездил на Кочубеевскую УВС. Давайте посмотрим этот момент. Есть ветрогенераторы, которые стоят на тормозе. Но здесь тормоз какой-то. Он выворотом лопастей. Так что, друзья, если у кого-то видео вы видите такие ветрогенераторы, и они стоят. Человек при этом говорит, что ветрогенератор не работает, да, ну, физически не работает, якобы ветер, потому что слабый. Обратите внимание на положение лопастей. Я думаю, для вас сразу все станет ясно. Это человек профан в альтернативе или он все-таки профан. И подумайте перед тем, как обращаться. Так что, друзья, вы можете понимать, насколько Дмитрий абсолютный профан и пытается говорить о том, в чем он совсем не смыслит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!